Зарисовка. Бурлаки на волн. Рыболовная банда. Всем привет, друзья. Сегодня мы с вами находимся в парке Старая Кубань в городе Краснодаре. Это русло Кубани старится. Здесь идет сброс воды из ТЭЦ. И в общем это охладитель. С той стороны оно закольцовано. Там вообще теплая вода. Здесь вода менее теплая, но у нас все равно градусов, наверное, 12 даже зимой. Несмотря на то, что сейчас уже середина, даже ближе к концу ноября. Здесь будет проходить первый в истории чемпионат Республики Адыгея поддонной ловли. Он собрал 8 команд. То есть здесь есть кворум. На самом деле больше здесь и не посадить. То есть зона ограничена. 8 команд садится идеально. Очень интересный водоем. Очень непростой. Есть край водоема, где очень много травы. И надо будет разбираться, искать чистые пятаки. Кормушки подбирать, чтобы они всплывали. Дистанции подбирать. Левый край более рыбный. Рыба здесь разная. Есть чехонь, есть рыбец, есть уклея, есть плотва и даже крупная. Самая крупная плотва, которую я ловил у нас в крае, кстати, ловил здесь. Но она здесь, скажем так, не живет, а бывает подходами. То есть иногда клюет, какие-то соревнования не клюет. Есть подлещик, густера, ну то есть вся спортивная рыбка. Поэтому, надеюсь, будет интересно. Не будет нулей. То есть все половят. Вопрос, кто наловит больше. Кстати, это такое место, где мы раньше с друзьями на крещении купались. Здесь вот есть даже будка, спасательная будка. Мы тут переодевались и вот прямо здесь заходили в воду. Повезло мне в этом плане. У меня сектор пляж. Заходили в воду и купались зимой на крещении. То есть было классно. Сейчас будем собирать вещи. В принципе, у меня зона упалась средняя. Здесь есть участки из травой, есть и чистые участки. Но как раз, видите, у меня здесь пловцы вытаптывают. Я думаю, что у меня здесь зона будет более-менее чистая. Эй, собакин, привет. Привет, друг. Ты тоже решил в кадр попасть? Такой смешной. Бимчик. Бимчик. Это он, кстати, гоняет этих самых байдарочников. Возмущается. Я вообще с тобой согласен. Тут лучше стою и вообще гоняй, гоняй, гавкай, потому что цепляют нам снасти. Здесь школа Олимпийского резерва. И здесь тренируются постоянно байдарочники, канаисты, там, академические гребли, я не знаю, какое тут еще. Вчера мы тренировались, у них соревнования были. Там в рупор кричат, дорожка такая-то. И у них не дорожка, у них вода. Вода номер 4, вода номер 5. Там объявляются, там, с Пюмени, с Санкт-Петербурга. Молодежка вчера тренировалась, соревновались. А сегодня мы соревнуемся. Ну ладно, хватит болтать. Сейчас будем собирать с Настей оборудование. И надеюсь, будет интересное видео. Поэтому не переключайтесь. Погнали. Погода на стороне спортсмена. Пока. Ну, победит, естественно, сильнейший. Поэтому сейчас по регламенту, пожалуйста, соблюдайте все. Потому что вы сами себя потом это будем уплотняться как-то теперь. Да, у нас 8.30 стандарь, ребята. Да, поэтому мы должны открыть соревнования. Должить вам результаты комиссии по допуску. Вот. И это самое. И шкалу разрядов и так далее. И разойти, чтобы 8.30 уже стартануть. Вот первый сигнал. Дается 7 сигналов. Первый сигнал будет 8.30 в ход сектор. Это размещение своего оборудования. У нас получается по нормативам. Мы здесь команды из кислищников сделали команду. Получается 8 команд. Значит, у нас получается зачет будет проходить и по командному, и по личному. Значит, по личному у нас зачету идет не менее 15 человек участников есть. Первое и третье место КМС. Если половина участников от нормативного имеет первый разряд и выше, у нас получается с этим нормально. У нас 9 спортсменов, имеющие разряд первый и выше. То есть, будет полностью работать шкала и по командному, по личному. Значит, еще повторяю. По личному у нас три первых места КМС. Четвертое и шестое место первый разряд. Седьмое и одиннадцатое место второй разряд. Это при условии, что у вас есть третий разряд. Кто приехал, так сказать, учиться. Ну, так, по командной у нас 8 команд есть. Первое и второе КМС. Третье место первый разряд. Твертое и пятое место второй разряд. Вот такая шкала. Все необходимые судейские, так сказать, атрибуты для присвоения. То есть, не меньше двух судей ВК и двух судей. Первая категория у нас есть. Подъедут еще судей. Ну, два ВК вот живьем. Один в первой категории все подъедет. Ребята, так что в отношении всех условий для выполнения нормативной базы у нас все есть. Поэтому желаю всем удачи и получить эти заслуженные разряды. Выступим. Только Максим. Ваня, давай. Или Ваня кто-то. Это от федерации Адыгеи. Я такой Адыгеец прямо. Ладно, ладно. Сойдешь. Так, ребят, ну, поздравляю всех с первым в истории, да, в истории, в мире. Это чемпионат Республики Адыгеи. Вот. Чтобы у вас вода пересохла. Шучу, конечно. Вот. Ну, что, ну, пожалуйста, только следите за регламентом. Я уверен, что все будет нормально. Вот. Всем успехов и хорошего выступления. Вань, скажи, рыба какая в зачет идет в счет? Вся? Вся рыба идет в зачет, кроме ШМАИ. Кроме Краснокнижной. И поосторожнее будет в латарочнике плавать. И ходить, я не знаю, как правильно сказать. Вот, да. Ну, старайтесь так пропускать, не кидать кормушками. Вот. Ну, они, я думаю, будут подальше ходить. Но все равно, аккуратнее с этим. Разве будут? Напоминаю, значит, 8.30. Сейчас мы после построения сразу же ребевку. И 8.30 первый сигнал в ход сектор. Потом будет сигнал 8.455 начало проверки. 5 минут до начала проверки. Потом в 9 часов... Прикормки. Прикормки, пардон. Прикормки. В 9 судьи проходят, проверяют прикормку по правилам. И в 9.50 третий сигнал, это начало... Или четвертый, пардон, да? Значит, в ход сектор. 5 минут проверка. Четвертый получается. Это приготовиться к большому прикармливанию. В 9.50 10 минут. В 10 старт. В 14.55 5 минут до финиша сигнал. Не пугайтесь. В 5 минут до финиша специально дается сигнал. И в 15 часов финиш будет последний сигнал дудкой. Старайтесь... Я буду заходить в середину туда, чтобы было слышно всем в обе стороны дудеть. Завтра бы мы то же самое. Регламент. Ну, просто, ну, это же не честно по отношению к спонсорам. Поэтому хотелось бы еще обязательно поменять спонсоров. Да, это торговая марка прикормки. Компания Миньелка, Александр, в его представительстве. Соответственно, это озера Краснодара. Это платный водоем карповый. Он предоставит нам призы на посещение водоема. Хорошо. Он, Алексей, сюда придет в освещение на награждение. Ну, ничего, ничего. Спонсоры есть спонсоры. Карповый пелец Carp FoodTech и кормушки, Ригпро, фидерные кормушки. Спасибо большое. И спонсоры в первом мире соревнованиях. В первом мире соревнованиях. Итак, значит, представители капитаны, подходите ближе. Показываем сначала эти. Паша. Жеребьевка два этапа. Сначала капитан команды разбрасывает, по фамильной называю, вытягивает зону. После этого, после этого, сразу или потом. Не, наверное, всех прожеребим по зонам. Потом пойдем. Итак, первый этап. Жеребьевка. Представители команд или капитаны разбрасывает своих спортсменов по зонам. Второй этап проходит, значит, капитан и для каждого вытаскивает сектор в зоне. На сектора в зонах идут номерации от 1 до 8. Вот. Ну, это вот кубики здесь 8, мы вам покажем сейчас. Сначала первый этап. Итак, пошли по зонам. Первая команда. Морозов, Сорокин, Гуляев. Кто там у нас? Итак, первая идет зона для Морозова. В. Зона В. Это вот здесь, да. Вот это же упал. Так, Сорокину. Сразу писать, да? А. Ну, тогда осталось Гуляеву, зона Б. Капитаны команд, значит, зоны, сами сектора, значит, стоит табличка. Это начало сектора. Сектора справа от таблички. Сектор справа от таблички. Ну, табличка слева должна быть. Близко слева. Что находится, табличка слева, с левой табличкой ваш сектор. Табличка – это начало сектора. Да, от левой стороны это ваша сектор. Да, хорошо, правильно, потому что некоторые будут хорошо, Максим сказал. Так, переходим к второй команде регистрации. Это у нас пеннингисты. Так, Тарасенко. Капитаны 20 рублей. Значит, за туалет бесплатный. Сектор, зона. Давай, давай. Тащи, тащи. Веселей, веселей. Таш, отдайди потом. Борис Гриценко. Эти, свои награды отдали. Спасибо, спасибо. Долгожданное. А. А. И Павленко, значит, получилась В. Так, третья команда у нас. Шишкин, Блохин, Мезеров. Шишкин. А. Блохин. Таши вытаскиваем. Что там? В. Так, Мезеров, В. Уважаемые капитаны, доставайте, доставайте. Судья только будет говорить. Так, четвертая команда. Нитиевский. Б. 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 Юрченко. А. Иваня. Ваня, лучшая зона. Так, пятая. Бородин. Зона. Да, кроме удок, ничего нет. Так, не пугай, Михаил. Васильченко. Так, Ваня, удки в зачет не идут. В. Так, Ипанченко, ВН. Так, шестая команда. Я забыл. Это я накосячил. Курникова мне скидывает. Это не раньше. Ладно, это мы вот сюда. Ну и ладно, ну бокс не важно. Лемикс. Тологуб. Так, Макс. А. О, Курников. В. О, Лёфе досталось. Разлучал сигнал, вход в зону. Все спортсмены начинают раскладывать оборудование. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. У меня, как всегда, гора. На черный день, на белый день, на случай атомной войны, короче, все, все палки ловить под тем берегом, под этим. Фибер, карповый палки. Все на свое ношу с собой. Раскладываем. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сегодня буду использовать два вида удилищ. Это пикеры от компании Sportex. Два штучки на ближнячок. Но они пикеры мощные. На самом деле я ими ловлю даже до 30 метров. И 360 Lite эксклюзив. Первые эксклюзивы от Sportex. 360 Lite до 80 грамм. И им буду ловить на дистанции до 5-10 метров. Дальше не надо. Видите, как удобно. Сейчас только что сломал кончик, пока собирался неаккуратно. И здесь стоят кольца на квертипе 4 миллиметра. Даже не пришлось монтаж разбирать. Здесь стоит маленький карабинчик с отводиком. Фидергам. И он даже пролазит через эти кольца. Очень удобно. Очень быстро, если что. Можно поменять квертип. И не разбирать. Ё-моё. Проверка прикормки сейчас будет. Проверка прикормки. Значит, сейчас уже объявили сигнал проверка прикормки. Надо приготовить, чтобы потом не стоять тут, не краснеть перед судьями. Значит, разрешено использовать пол-литра мотыля кормового. И 150 грамм пол-насадочного. Ну вот. Здесь у нас прикормка. Я замешал сегодня два вида. Вернее, вид один, но по-разному замешал. Это ProSport база черная. Тяжелая, увлажненная на миласе. Такая вот однородная тяжелая прикормка. Здесь база с уклейкой. Просеянная такая через сито. Это пухлячок. Пухлячок, база и уклейка. Значит, разрешено 12 литров использовать прикормки. Сейчас мы померяем. Значит, у нас здесь 8 литров. 3 килограмма, получается 8 литров прикормки. Кстати, чтобы понимать. 3 килограмма, 8 литров. А ту прикормку нужно пересыпать какую-то мерную емкость. Чтобы судьи могли ее учесть. На глаз не получится. Мы возьмем для этого литровую банку. Литровую баночку. И полную ее сделаем. От того у нас будет 9 литров. А потом ее пересыпем уже в другую емкость. 9 литров. Плюс литр. Сюда же входит во въем прикормки ароматика. Плотвиная. Одну баночку возьму. 9,5 литров. Сюда же входит сухая ароматика. 10 литров. Всякие добавочки секретные. Ну, они маленькие. То есть, здесь есть размер. Тут 100... 150 миллилитров, как бы говоря. Ну и все. У нас меньше 11 литров получается. Больше нам ничего не надо. Больше нам ничего не надо. Так. Теперь опарыш. Опарыша можно до 2 литров. Ну, у нас 3 четверти нам хватит. Так, теперь нужно в пол-литровую баночку запихнуть мотылька кормового. Раз, два, три. Его надо плотненько. После проверки обратно в газетку, чтобы он себя лучше чувствовал. Хоп, есть. Сантроль восьмого цвета, да? Значит, в ведре 8. Угу. Тут меньше даже. 9. Ну, 3 четверти меньше килограмма. 11. Ну, это я по 100 грамм баночки. 12, 1,600. Пойдет? Да. Это один насадочный. Вот кормуха, вот насадочный. Ну, просто разбитый. Можно не буду спать, но видно, что тут не будет баночки. 3 четверти. Просто он разбитый. Пойдет? Да. Ну, это парит уже кинок. Он тоже. Воды набрался? Воды набрал, да. Пуля пустой там. Все хорошо. Все готово. Виктор, свои плавочки, закончил у себя? От Маркриева дальнюю точку. Вернее, две точки. А у меня здесь, из-за того, что у меня здесь пляж, который я сам в свое время протопал, у меня нет травы. То есть чистый прогал. Слева-справа трава, у всех трава в этой зоне, а у меня нет травы. Вопрос. Хорошо ли это или пухло? Для ловли, конечно, комфортнее. Но рыба держится вблизи травы. Вот. Ну, не знаю. Я все-таки склоняюсь к мысли, что хорошо. Потому что я буду свой прогальчик вытягивать и с левой травы, и с правой травы. На середочку. Рыбцы, чихонь подходят. И я их пялю. Сейчас еще, на всякий случай, на Ближнячок за колесу и пикер. Это такой вариант отскока. Если вдруг, как это я говорю, ядерная война, рыбы нет, она уплыла, шуганули, электроудочники. Короче, там все пропало. Сделаем себе точку на отскок. Недалеко метров 15-20. Даже калипсо стоит. Отлично. Отлично. У меня там даже стоит калипсо. Сейчас буду сортовать, смотрите. Привет всем. Рыбалка сегодня однозначно будет веселая. В общем, занимаюсь сейчас тем, что пытаюсь хоть как-то себе вычистить. Хоть дорожечку. В общем, смысл, ребят, в чем. На этом водоеме мы обычно соревнуемся в декабре, либо в январе. В этом году решили провести вот чемпионат в Адыгее, который никогда не проводили. Организовалась новая федерация. И, собственно, организаторы делают сейчас соревнования. Так вот, на дворе сегодня 20 ноября. Так как Краснодарский край у нас теплый, трава, конечно, начала падать, но не совсем. Проблема любая. Ну, абсолютно всех водоемов. Есть бровка. Она довольно-таки покатая, такая, острая. И там на этой бровке растет трава. Зимой мы этого проблемы не замечали. Семен, подсними. Вот, собственно, вот я вот эти вот кустики. Теперь высаживаю. У меня здесь грядочка. Ну, а по рыбалке, что по рыбалке? Замешали мы самый стандартный состав. Это база с уклейкой от Миненко. Ничего там не придумывали. Здесь, в принципе, этот состав работает всегда. Рыбка здесь спортивная. Иногда подлещики, конечно, клюют. Но что-то последние года их стало все меньше и меньше. Нету. Но зато появился рыбец. Рыбец, он такой, он любит возле бровки тусить. А вот, как вы видите, чем я сейчас занимаюсь, я, скорее всего, возле бровки здесь, по крайней мере, не смогу ловить. Вот туда левее, там чуть рельеф другой, и там травы меньше. Там, ребята, я думаю, посмотрим, на шибусе или нет, но рыбцов там будет точно больше. По крайней мере, на рыбе до 50 грамм. Здесь вот эта густерка, плотвичка. Рыбцы 150-200, это бонус. И если их там поймал, штук 5, но это вес стоит просто там в два раза увеличивать, можно сказать. Так что вот такие пироги. Всем, у кого зима, лед, мы вас приветствуем. У нас водичка жидкая, трава зеленая, но приходится косить. Так что всем не хвастаньте швы. Рыболовные братцы, привет. А мы продолжаем косить. Ну что, далее сигнал, старт при кормке. Сейчас по новым правилам можно кормить за 10 минут до старта. Поэтому мы сейчас по несколько кормушечек дадим в точку. Ну и все. И дальше берем вторую палку, которая уже оснащена поводком. Будем ловить. Бустер? Да. Бустер. Платва, Лех. Платва. Платвичка такая, грамм на 50, наверное. А, наверное, и того меньше, наверное. Совсем маленький. С мизинец. С мизинец горел, вообще, платвичка махонькая. Да, пока солевой плотвы нет. А начиналось все на счет 10. Бум, бум. Поклевки. Сейчас что-то пройти не так. Мравочка, мравочка. Вообще, видно? У меня две было еще меньше, чем эта. Представляешь? Смотри, под нижнюю прям четко. Это у вас не падает. Опять это пиздец. Ой-ой-ой. Вот это ты бонусы завалили. Это опасный. Дриплинг. Ну что, уже прошло больше двух часов. Первый час вообще был грустный. Буквально две поклевки, две рыбки. На второй час рыбка чуть-чуть стала подклевывать. Поймал рыбчика, поймал платву. Такую хорошую, бонусную, мелких рыб штучек пять. Получил два обреза поводка, что там ловлю на бровке. Но как бы такого... Прям темпа и супер динамики нету. Такая сложная рыбалка. Приходится прыгать по точкам. Ах ты. По-моему, какая-то мелкая прицепилась. Есть. Ну как бы уже вкус. Это совсем, конечно, мелкая рыбка. Но когда не клюет, и таким раз. Есть у нас и покрупней. Надеюсь, что чуть-чуть сейчас потеплело к обеду. Сейчас пройдем экватор турнира. Надеюсь, рыбка будет расклевываться. Или покажем хорошую концовочку. Будем разбираться. И клюнул какой-то бонус явно. Это или рыбчик. Или хорошая плотва. А может быть подлещик. Ну, это прям хорошая рыба. По-моему, клево. Хорошая рыбчик. Хорошая ключка. Клеса. Клеса. Ну, это только вы подошли. Видите, сразу. И сразу клюнуло. О, гляньте, какой хороший рыбчик. Таких бы нам побольше. Это самый крупный. Пока что. На этот момент. Ну, надеюсь, они расклюются. Смотри, хороший такой. Грамм 150. Такие нам нужны. Это, скорее всего, плотва. Тоже должна быть неплохая. О, это прям хорошая плотва. Хорошая плотвица. Смотрите, какая разнорыбница. Рыбчика поймали, плотву поймали. Отлично. Отлично. Какие нам нужны. Мелкая плотвица. Тарпончик. Второй. Хороший. Это жирик. Жириха влупил, оказывается. Покажешь. В натуре жирик. Жирик, жирик. Смотри, за край губы вообще четко. Говорят, жирик не клюет на мотле. Клюет. Покажешь красиво. Покажешь красиво. Хе-хе. Красавчик. У тебя травы очень много здесь, да? Ну, она у всех трава такая. Я посидел у себя, посмотрел. У меня были сначала поклевки. Что-то двигалось. А потом вообще выключилось все. Вообще ничего не клевало. Я сидел, рожал, рожал, рожал. В итоге психанул и пошел к Лехе на дистанцию. То у него хотя бы какие-то поклевки появились там. Ну, сейчас вот 12-ти хукман попробовал поставить. Только поклевка, но она ничем не заканчивается. Ни такой рыбой никак не просекается. Поэтому сейчас 16-й номер, чтобы она заела это все. Тварь. И все. Ну, что делать еще? Ну, это хоть что-то. Это хоть какая-то динамика, вот, ну, какие-то движения. Леха, он обзавелся своими секретными оружиями. То, говорит, план А, то С, то Д, то Г, блин. То секретное оружие раз, то секретное оружие два, блин. То, говорит, у меня там этот самый чемодан там какой-то. Чемодан. Хорошо без ядерной боеголовки, Лешка, сегодня. Но стреляет как из пулемета. Шалоты по-другому упакают. Да, так и есть. Батонистый батон. 24-й, 12-й. Пытаюсь уклейку ловить. Что-то на дальнике вообще точка заглохла. Вернее, все три заглохли. Тут, Дюба, это уклеечка. Надо подобрать в ней крючочек. Я думаю, можно поварить. Вот она. Нормальная уклейка, грамм шесть. Весел увидеть их рыбу в минуту. Вот такой рыбалкой можно подловить. ПОДПИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Посмотрим. Да много, много еще. У меня уже руки, силы нет. Да что ж такого? О, пошел. 2,354. 2,354. Так, ладно. Килограмм 110. Фамилия. Спасибо вам. Курников. Надо было еще одно единое. Все? Да. Аккуратно. Просто майкой. Да нет уж. Точно? 100%. Так. Ну сейчас вся рыба обновляем. Ваня, смотри. Шевченко. Смотри, нули. Нули, видишь. Один килограмм 973 грамма. Кило 973. Все собрались, ребят? Да. Ну пока импризеры. Переклички делать не будем, все сэкономим. Сейчас главный судья, так сказать, оповестит о том, что у нас случилось. А потом главный секретарь даже ставит результаты. А я судья Кондролёст. Что случилось? Так, давай главный судья, работай. Ну, ребят, что? Все, поздравляю вас с тем, что состоялся в первый чемпионат Республики Адыгея по ловле донной удочкой. Сегодня был очень тяжелый день. Вчера был не легче день, но сегодня уловы были лучше. Да, ура. Да, поздравляю. Ура. Всех, всех. Главное, что все выдержали сегодня. Уже был такой дубняк, что казалось, что уже все. Итак, подведение итогов подведет главный секретарь соревнований Павел Николаевич Сизион. Так, ребята, начнем с одиннадцатого места. Только те, которые на разряды идут. А я... Ну, потом раздадим. Ладно, давайте. Ребята, значит, Шишкин Евгений, это одиннадцатое место, второй разряд. Васильченко Алексей, это десятое место, второй разряд. Значит, третье место, Белюсин Алексей. Ну вот, он получит второй этот разряд, к сожалению, Леха. Да, я вам 20 раз попал. Ну, в документах у тебя не числится. Давайте, давайте, давайте. Серега, иди, помогай. Вот этот тебе. Вот этот тебе. И сертификат. И однажды к спонсорам. Андрюха Краснодара на две тысячи рублей. Второе место. Гуляй, Андрюх. А если нужно подтверждение, потом направляем протоколы. Вырвал сегодня победу буквально из рук. И однажды к спонсорам сертификат. На три тысячи рублей. Первое место, КМР. Сологу, Максим. Ура! Это очередной раз, да. Очередной раз, Максим. И сертификат от наших спонсоров на пять тысяч рублей. Расставляться будешь на озерах Краснодара. Ну, на тысяч 15. Мы скромные, надо на пять рублей. Можешь так, да? Могу так, да. А можно одноличить? Так, все, лечко. Нет, хотите, Николаевич, озвучит все места командные? Да, давайте слово спонсору. Ребята, я курорка. Не буду ни в коем случае никого задерживать. Друзья, на самом деле, спасибо большое, что вообще предоставили такую возможность вам преподнести небольшие денежные подарки. И вчера, когда я узнал о том, что вы в таких словах будете сегодня бороться, ну, это, да, на грани все безумца. Ну, на самом деле, для себя я точно понял, что каждый участник – это уже победитель, уже герой. И сразу же появилось желание каждого пригласить к нам, соответственно, выдать сертификат каждому. Будем очень для нас, на самом деле, честь, будем очень рады, если вы посетите нас. Вот. Тем более, озера уверены в своих силах, уверены в том, что вам понравится, понравится наша рыба, наша плотность, наше внимание. Поэтому будем вас всех ждать. Возвращение, ребята. Будем зачитывать команды. Буду зачитывать просто места и команду. А когда уже пойдем, это буду называть фамилию. Значит, Заря, восьмое. Горографию, восьмое. Сторых четыре сомы мест. Личники, восьмое. Тридцать девять сомы мест. Фидерген. Фидерген, шестое. Шестое, восьмое, восьмое сомы мест. Краснодар 3! Пять. Пятое место, крикотом мест, тридцать. Четвертое, вот. Пеннингисты. Четвертая. 29 сумма веса. Ну а теперь, если будем называть, так сказать, самых призеров, это Морозов, Сорокин, Гуляев. Третье место. 16 сумма, 16 сумма. Хорошая сумма. Это норматив первого разряда. Третье место. Второе место. Извините, второе место. Нитиерский, Юрченко, Шевченко. Сумма веса 13. Тоже хороший результат. Ура! Очень хороший. Тебе я не сомневался. Я не был лучший, конечно. И Санюшки тоже. Чего бы сомневаться. Не дотянули, не войдя. Ну, это что, на КМС победы. Кубокоманда. Так, нормативка, ну, если как бы там ни было. Да, и чемпион... Тренируйтесь. Будем, будем. И чемпионами у нас стали первая местная команда. Это Сологуб, Курников и Белюсил. Сумма мест 10. Хорошая сумма мест. Тренируйтесь, тренируйтесь. До 100-енького. На 3 балла второе место. Сумма баллов всего? Первая 10 мест, вторая 13 мест. Сумма мест. Тренируйтесь. 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 Ну, давай, что-то снимем. Давайте снимаем. Так, ну, давайте закрываем соревнования и разбегаемся по домам. Юрий Михайлович, пожалуйста. Друзья, можно одно слово? Два слова. Тихо, ребята. Так, собрались? Ребят, такое объявление небольшое. Ну, в связи с тем, что у нас образовалась еще одна в соседях Адыгейская Федерация, это очень хорошо. Она образовалась для того, чтобы мы тандемом работали вместе, чтобы могли получать люди разряды, развиваться, больше соревнований и прочее. Ну, в связи с этим я хочу сказать спасибо судейской коллеге, потому что она одна, на две федерации. Большое спасибо. Им сейчас придется на два фронта как бы работать. Поэтому, да. И желательно, чтобы соревнования какие будут планироваться, где-то, чтобы мы их совместно с... Стыковали. Стыковали, да. Подбирали тогда уже судейскую бригаду и прочее. Тогда у нас все получится и будем идти только вперед. Спасибо большое. Спасибо всем. Так, главное, что я закрываю. Браво, 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 браво. Субтитры сделал DimaTorzok